Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Начнем с событий в мире. Число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании превысило уже 200 человек. На месте ЧП продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Напомню, трагический инцидент произошел в четверг. На его борту находились порядка 400 человек, что превышает допустимую норму парома в четыре раза. Как выяснилось, судно перевозило еще и груз, мешки из кукурузы, бананы и цемент. Точная причина произошедшего выясняется. Президент Танзании приказал арестовать ответственных. В стране объявлен четырехдневный траур по погибшим. Отмечу, в Танзании иране происходили подобные трагедии. В 2012 году свыше 140 человек погибли в результате крушения судна возле острова Занзибар. Паром перевернулся очень быстро и накрыл нас. Мне повезло, я смог плыть под водой. Я не понимал, куда плыву, знал лишь, что я рядом с паромом. Пока я плыл, я наткнулся на несколько железных балок, об которые поранило лицо и затылок. По меньшей мере, 30 человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на юго-восток Канады. Порядка 150 тысяч домов оказались отрезаны от электроснабжения. По данным СМИ, торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино. Скорость ветра превышала 200 км в час. Есть информация о многочисленных разрушениях. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти следят за ситуацией и призвали местных жителей следовать инструкциям экстренных служб. По меньшей мере, 11 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате столкновения вооруженных противоборствующих группировок Ливии. Об этом сообщили в ряде местных СМИ. По их данным, стычки произошли в южных районах Триполя. Большинство из них участников гражданские лица. Отмечу подобные происшествия в стране нередкость. Ожесточенные бои в ливийской столице начались 26 августа. Заключить соглашение о прекращении огня группировкам удалось лишь при содействии миссии ООН при поддержке Ливии. Однако сейчас бои возобновились. Согласно официальным данным Министерства здравоохранения страны, всего за период с конца августа там погибли более 90 человек. Еще около 400 ливийцев пострадали. Пекин отказался от проведения новых торговых консультаций с Вашингтоном. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ранее планировалось, что США должна была прибыть китайская делегация для подготовки новых консультаций, а затем и вице-премьер госсовета КНР Лёхэ. Но после появления информации о введении Вашингтоном новых пошлин, Пекин отказался от этих планов. Напомню, новые санкции США в отношении Китая вступят в силу уже в понедельник. Общая сумма ограничений – 200 миллиардов долларов. Ответные меры Китая оценивают в 60 миллиардов. В Праге у здания венгерского посольства прошел митинг в поддержку миграционной политики премьер-министра Венгрии Виктора Урбана. В акции участвовали гражданские организации, чешские законодатели и представители ряда политических партий. Митингующие выразили свое недовольство резолюцией Европарламента, согласно которой профильные структуры в Брюсселе теперь могут штрафовать Будапешт за отказ принимать мигрантов. Участники акции уверены, законное избранное правительство имеет полное право выполнять свою предвыборную программу. Напомню, миграционный вопрос стал камнем преткновения между правительством Венгрии и Европарламентом. Премьер-министр Орбан сопротивляется давлению со стороны ЕС, отмечая, что не хочет видеть в свою страну государством мигрантов, в то время как Еврокомиссия считает, что Будапешт отступает от европейских ценностей. Теперь к событиям в нашей стране. С переносом областного центра в Туркестан в городе не только увеличились объемы строительства жилья, но и выросло производство стройматериалов. Только в этом году местные заводы выпустили строительных материалов на 2 млрд 824 млн тенге. На территории индустриальной зоны строят 9 новых заводов, а 6 уже сейчас работают на полную мощность. Данья Рабенов на этом заводе сравнительно недавно, но все тонкости кирпичного производства освоить уже успел. Работа постоянно, не сезонная, значит и заработок будет всегда. Раньше в поисках работы я ездил в Алмату, а теперь, когда в Туркестан перевели областной центр, работы стало много и я вернулся. Работа по душе и зарплата стабильная. Бесплатно обеспечивают жильем и питанием. Всего на заводе, мощность которого 10 млн кирпичей в год, работает в 35 человек. Коллектив молодой, работает в две смены. Если в прошлом году здесь изготовили всего 2,5 млн кирпичей, то в этом уже в два раза больше. В этом году мы входим уже на полную мощность завода в связи с запуском сушильной камеры, что позволяет работать круглый год. Мы запустим 4 цеха, завершая сейчас строительство, по выпуску газоблока, пеноблока, пескоблока и тротуарных плиток, что позволяет увеличить рабочие места. На территории индустриальной зоны, площадь которой 40 гектаров, аналогичное производство уже есть. По мощностям оно не уступает этому. Теперь и у него появились новые заказы. Расширяют производство и мебельные фабрики. Всего уже на территории индустриальной зоны 6 действующих предприятий. В этом году они выпустили продукцию на 925 млн тенге. Это почти на 225 млн тенге больше, чем в прошлом году. И составляет 10% от общего объема промышленной продукции, выпущенной в этом году в Туркестане. В эти заводы привлекли 1,3 млн тенге инвестиций. Создали 290 рабочих мест. С запуском 9 новых проектов объемы производства вырастут в разы. Безработных станет меньше, уверена, в Туркестане. Кроме того, здесь уже рассматривается вопрос об увеличении промзоны в 7 раз. В отдаленные сельские округа Западно-Казахстанской области проводится водопровод. Буквально через два месяца чистая питьевая вода придет в дома жителей села Талов в Жанебекском районе. Населенный пункт находится всего в паре десятков километров от границы с Россией. Но вопрос обеспечения технической водой региона остается еще проблемным. Подробности в следующем материале. Население Таловского округа чуть меньше тысячи человек. Питьевую воду сюда привозят цистернами. Сельчане с мая наблюдают за работой по строительству водопроводной системы. Уже проложена внутрипоселковая ветка. Самое большее через пару месяцев вода придет в дома. Осталась водонапорная башня, резервуары и насосно-очистительные сооружения. По графику мы должны сдать в конце октября. По графику мы сдадим. Ахпулак с программой воды. Это уже даст большие перспективы. Молодежь, думаю, задержится в селе. И в дальнейшем будет скотоводством, может и семеноводством будет заниматься. Условий будет. Где вода, там и жизнь. Между тем, объем волжской воды для хозяйственных нужд, поступающей из соседней России, в этом году сократился. Вместо прежних 30 миллионов кубов поступает только 25. С Жанебегского эксплуатационного участка вода подается в 7 округов района. Проблема – повышение тарифа и изношенности водопропускных каналов, отмечают специалисты. Мы используем сейчас всего два насоса из трех, потому что канал переполняется, будет перелив. Нужны большие средства, чтобы провести капремонт обводнительной системы. Нужны углубительные работы 76-километрового канала. Необходима реконструкция гидротехнических сооружений и насосной станции. Представленным на рассмотрении властей проекте, заложена и железобетонная облицовка канала. Стоимость всех работ свыше 600 миллионов тенге. Бутагос Базарбаева, Балат Шарлгасов, Канат Махмотов, Западно-Казахстанская область, Хабар, 24. Тем временем в Ак-Тубе 1 миллиард 300 миллионов тенге потратят на реконструкцию канализационных сетей. Такой объем ремонтных работ проводится впервые. При этом 13 километров труб заменят в районе Жилгородка, где капремонт не проводился с середины прошлого века. Трубы меняют по новой технологии. Бестраншейный метод удобен тем, что не нужно перекапывать весь участок прокладки новой трубы. С помощью специального оборудования старая труба под землей разрушается и на ее место вставляется новая. Всего таким способом обновить планируется 19 километров канализационных сетей. В этом районе часто жаловались на запахи. В том числе одна из причин, что поскольку трубы были забиты, происходили застойные явления. Процесс брожения происходил и выделялся сероводород. Сейчас, поскольку абсолютно новые трубы будут проложены, мы уверены, что от этой проблемы мы избавимся. Петропавловский отопительный сезон в самом разгаре. Подключать объекты к теплоснабжению начали еще 12 сентября. На сегодняшний день, по информации городского отдела ЖКХ, горячие батареи уже во многих многоэтажках. Постепенно отапливают сады, школы и больницы. Подключили 110 социальных объектов. Полностью обеспечить город теплом планируют до 23 сентября. Ремонтные кампании на тепломагистрали города на стадии завершения. В отличие от прошлого года, в этом тепловики успели в срок. Напомню, в 2017-м начало отопительного сезона в самом северном регионе страны сильно затянулось. Во многих соцобъектах и домах тепло появилось только в середине октября. Не обошлось без порывов на сетях. За прошлый отопительный сезон их произошло порядка 60. Отмечу сегодня, износ тепловых сетей в Петропавловске составляет 65%. С прошлого года этот показатель практически не изменился. Тепловая компания планировала провести ремонт трех магистралей. Но из-за отказа Европейского банка реконструкции и развития в финансах, работы перенесли на будущий год. В этом году в рамках капитального ремонта было запланировано заменить 12 километров тепловых сетей. Из них 88% на сегодняшний момент выполнено. То есть 10,5 километров тепловых сетей заменили. 4,5 километра – это магистральные сети, остальное – распределительные. На все работы было выделено 218,5 миллионов тенге. В Алматы назвали имя победителя финала национального отборочного тура, который представит Казахстан на детском Евровидении в Минске 25 ноября. Стала Данелия Тулешева. За путевку на этот престижный конкурс соборолись 10 юных финалистов. Их выступления на сцене «Халыка-арена» стали настоящим шоу. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Это теперь свершившийся галоконцерт можно назвать фантастической феерией. Постановочные представления, трюки и метаморфозы прямо на глазах у зрителей. Понятно, что постарались режиссеры, звукоинженеры, художники-декораторы. Но все это не имело бы того эффекта, если бы не природный талант самих детей и участников шоу. Скольких усилий им стоило перебороть дух соперничества и превратить в конкурс большой праздник. Они сделали этот день особенным. Вся страна с замиранием слушала их и смотрела. В каждом доме переживали за них и пытались отдать голос за всех одновременно. Но что предшествовало этому перформансу? Уже, конечно же, его утром прямо в постель кашку принесла, чтобы он вкусно покушал. Все ласковые слова, вспомнили какие-то моменты из его детства и распелись мы с ним. Мое дело простое – одеть, расчесать и выпустить. Но, конечно, стараешься поддерживать, говорить, что ты делаешь свое дело, то, что тебе нравится. Дети отнеслись к предстоящему событию совсем по-другому. Они прятали свое волнение, скрывали слезы, усталость и оставались добрыми друзьями. С теми, с кем вот-вот придется вступить в нешуточную борьбу. Они вполне по-взрослому осознавали всю серьезность предстоящего события. Я старалась выбирать для себя более близкую песню, и получилось, что эта песня полностью показывает мой внутренний мир. Эта песня называется «Косканат». Это два крыла, которые ты должен расправить. Мне очень понравилась идея с рамками, потому что это так оригинально, как по мне. Я очень люблю мультик «Алиса в строении чудес», и мне это немного напомнило. И я так будто бы в сказке какой-то ощутилась. И мама мне говорит, что мы уже достигли своей цели, и главное – достойно выступить на этой мировой сцене. Казахстан впервые получил возможность представить своего претендента в детском Евровидении благодаря тому, что два года назад агентство «Хабар» стало ассоциированным членом Европейского вещательного союза. Это огромная для нас культурная победа в первую очередь. От того, что мы сегодня большими шагами интегрируемся в мировое культурное сообщество. Это в первую очередь говорит о признании нашего отечественного телевидения, о признании агентства «Хабар», о признании Казахстана, о признании наших молодых талантов. Формирует просто потрясающий имидж нашей страны, как культурный, как развитой страны. У нас хорошая цена, более 250 квадратных метров LED у нас, около 300 голов света только стоит, на более 20 камер снимают сегодня. В галоконцерте принимали участие 10 претендентов. Все яркие, талантливые, харизматичные. Жюри было очень сложно сделать выбор. Помогли телезрители. Они голосовали за своих фаворитов с помощью смс-сообщений. И вот, наконец, результат. Победила Данелия Тулешева из Алматы. Именно она впервые представит Казахстан на детском Евровидении 2018 в Минске 25 ноября. Алмау Разбаева, Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. В Колумбии открылась выставка «Орхидей». Ежегодно она проходит в богатеи и привлекает тысячи человек. В основной экспозиции примерно 3000 уникальных растений. Селекционеры привезли их со всех уголков мира. В Колумбии растет больше 4000 видов орхидеи. Этот цветок – один из национальных символов страны. Примечательно, что один только экспорт орхидеи ежегодно приносит госказне сотни миллионов долларов. В данном часу это пока все новости. Вам хорошего выходного дня. До встречи.